14 февраля в рамках недели иностранного студента в Александровском зале Казанского федерального университета состоялась встреча с генеральным консулом республики Казахстан Ярланом Искаковым. Как отметил гость, обучающиеся чувствуют себя комфортно и умеют легко адаптироваться. Этому способствует языковая среда и их образовательный уровень. По последним данным в учебном заведении сейчас получают образование более 500 студентов из Казахстана. Мне очень приятно, что хоть нас и мало, но мы даем больше качеством, так скажем, обучения и получения тех навыков, которые мы можем приобрести в данном университете. Как говорил Ленин, учиться, учиться еще раз учиться. Я думаю, что упорство и вот эти вот твердые, так скажем, желания познавать новые предметы, новые науки, они должны не останавливаться. Отметим, что программа второго дня состоит из нескольких разнообразных мероприятий. Сегодня в стенах Института международных отношений также прошла Олимпиада по русскому языку как иностранному. Завершился второй день недели иностранного студента квестом по историческому музею Казанского федерального университета, а также встречи с русским домом в Монголии. Наш президент с Рустамом Рогалиевичем Миниханова встречался четыре раза. Это уже определенная статистика и динамика, что думаю, в этом году будут не меньше этих встреч и предполагаю, что будут и новые какие-то проекты. Я могу так с гордостью сказать, что планы очень большие, можно сказать, и на самом деле Татарстан всегда в фокусе нашего такого особого внимания нашего правительства. Напомним, что неделя иностранного студента в Казанском федеральном университете продлится до 17 февраля. Студентов ожидают не только лекции и экскурсии, но и уроки иностранных языков, презентации профильных клубов университета и даже праздничный концерт в финальный день недели. Евгения Евдокимова, Алина Красильникова, Фарид Захитаглы, Универньюз.